Утро маленьких жителей села Денисовка Симферопольского района и их родители начинается с так называемой остановки общественного транспорта. Как правило, школьный автобус там не ждут, а угадывают, остановится он или нет. Родители бьют тревогу, ведь зима уже совсем скоро, а значит, их детям придется в холодное время года самостоятельно добираться до школы вдоль проезжей части, где машины и нередко грузовики ездят беспрерывно. С просьбой о помощи они обратились и в нашу редакцию. Ну, ни оборудованных остановок, ни пешеходных дорожек, дорог даже нет хороших, и дети идут просто по проезжей части. Машины вы видите, как летают. У меня их четверо. На данный момент в школу ходят трое. Двоих я сажаю на утром на 8.30, плюс у меня еще вторая смена на 12 часов. И как я могу пешком утром двоих детей отвезти в школу, прийти, собрать третьего ребенка на вторую смену, потом опять же пойти пешком вернуться, плюс у меня грудничок. Вот что мне делать? В школе учится 361 ребенок, 90 детей в Денисовке. О том, как добираются ученики на уроки, руководство учебного заведения знает. Но препятствием становится законодательство, ведь по нормативам подвоз детей возможен только в том случае, если школа находится не ближе 2,5 километров. Расстояние от села Денисовка до школы 1 километр, говорят в учебном заведении. Мы писали письма и пишем письма и на трудовское сельское поселение, и на управление образования. Мы пишем письма и получаем ответы о дорожной ситуации и в автодорте, кто отвечает у нас за ремонт дороги. Но пока вот с мертвой точки не двигается это дело. О проблеме родителей и школьников в Денисовке, как и об отсутствии оборудованных остановок и тротуара в этом селе, в администрации Симферопольского района знают и ищут способы решения. Мы запланировали, конечно, на следующей неделе будет приглашен еще сюда в администрацию глава поселения. А одно из путей решения, но в настоящее время в зимний период, это выходить на перевозчика, который осуществляет подвоз граждан непосредственно в трудовском сельском поселении в селе Денисовка, чтобы в утренние часы, ну хотя бы увеличить на 1-2 рейса, чтобы дети безболезненно могли воспользоваться общественным транспортом и подъехать к учебному заведению. Всего перевозка учеников Денисовской школы занимаются три автобуса. Один принадлежит школе, еще два – частной транспортной компании. Пользоваться услугами частника – вынужденная мера, поскольку за школой закреплены три автобуса, но работает только один водитель. Две вакансии пока открыты. Наша съемочная группа дождалась два следующих автобуса. Однако ни один из них не остановился. Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации в селе Денисовка.